Добрый вечер, дорогие друзья! Первый канал начинает прямую трансляцию из столицы Африки. Ух, нахуй же это сегодня Сергей, работая по этому нападающему Сток Сити. В опорной зоне никто не встречает. Почему же? Харник, Харник бьет. Харник, который занимает место правого полузащитника. Сейчас от Арнаутовича получил мяч. И, в общем, бил довольно опасный за штрафной. Между прочим, если бы, если бы не вот этот рикошет, если бы мяч не попал в Агнашевича, Харник, заканчивается все, сможет сегодня проиграть, вообще, поиграть Роман Широков. Сколько игрового времени, он очень много пропустил. Кокорин, здорово! И вот там Кокорина, штанга, штанга! Вот Кокорин мог сделать свое дело уже в начале матча на 16-й минуте. И там Альмер Бегалкипер не помог никак, но мяч попадает в штангу. Вы смотрите, какой выстрел Кокорина, вы смотрите. И штанга, родная штанга спасает австрийские ворота. Отметим передачу Черышева. Умело, ловко развернулся Кокорин. Все того же Кокорина. Вот подключился тут в атаку Широков. Мяч потерял. И опять ближе к центру смещается Харник. Теряет мяч. И Черышев! Ну, уже Денис не успел поднять голову Черышев. Такого Глушаков в центр. Черышев, назад нельзя такие передачи отдавать. О, какой небрежный пас. И через освободишься зону, опасный удар. Акенсеев! Молодец, Игорь вручает после непростого удара Гарника в сборную России. Но этот момент просто попадает под категорию привод. Вот Дениса Черышева. Небрежный пас назад. Неприятный удар. Такой... Пошла подача. И Игнашевич в ближний угол. Но вручает Альмер. Как-то в нижней точке мяч поймал. Игнашевич сумел все-таки пробить. И выручает свою команду галки проастрийской сборной. Но, что ж, это достойный ответ. Ну вот, у нас есть что-то. 43-я минута. У нас есть штанга. У нас есть вот этот опаснейший удар. Еще была парочка полумоментов. Смотрите, повтор. И в борьбе с защитником мощно оттеснил. Хинтереггера. Хинтереггера. Игнашевич и сумел пробить. И обратите внимание, возможно, вот сейчас в современном футболе редкий случай, когда... Посмотрим, что будет. Еще хочу сказать, что я обращаюсь сейчас к Березуцкому Игнашевичу. Больше помогайте Акинфееву. Но вот наши атакуют. И удар такой наотмашь наносит Дмитрий Камбаров. Опорный полузащитник Денис Бушаков. Восьмой номер. Единственный человек, который получил пока желтую карточку в этом матче. После, после. Чувствовал дыхание сзади. Там же был Кляйн. Он словно не знал этого. Это мы могли с вами, Виктор, не чувствовать дыхание сзади Кляйна. Смотрите. Черышев должен был чувствовать. Вот здесь протыкать надо дальше было мяч, а не улучшать позицию уже далеко выше. 15-й Роман Широков, капитан команды. Виктор Файзулин, 20-й. Олег Шатов, 17-й. Денис Черышев, 18-й. Номер очень активен. Был на левом фланге. И 9-й Александр Кокорин. И атака на наши ворота. Ай-яй-яй. Молодец. Хорошо, что удар Арнаутовича. Посмотрим, что это нам даст. Кокорин. Дракович опять его опережает. Пока безошибочно играет Александр Дракович. Очень действительно интересный и хороший центральный защитник. Да, 23 года из киевского Динамо. Он дебютировал за сборную в 18 лет, когда еще был игроком Аустрии. Широко. Наши продолжают атаку. И он не очень был удобный пас для Алексея, но сумел справиться с этим мячом. Украдить его. Камбаров. Отличная подача. Удар головой. Чем-то это мне напомнило Алжир. Сейчас не в составе сборной. Это со Швецией получил Смольников. Ой, какой розыгрыш. Гарник. Опасно. Вынос. Нет, 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 нет. Что, что, что? Нет, нет, гол не защитник. Не было гола. Потому что там сейчас ринулись и к арбитру за воротами. И смотрят на арбитра, который на бровке. Там мяч не пересек линию. Там даже дело не положения вне игры. Там просто мяч не пересек линию. Да давайте смотреть, конечно, будет повтор. И Гарник идет, и пас. Ну что же такое? Вот это в голову они не отменили. Там не было мяча, но наши словно заторможенные какие-то стали. Да, они словно ждали. Альпе начинает пессия оборона. Выигрывает у Камбарова. 20 ранних защитников чуть глубоко. Передача... Ну, передача не заканная. И в ней игры не было. И Карник сыграл. И пас на высшую замену Акоти. И Акоти. Видите, Янка ушел. Поле Акоти сделал его дело. И не сумел сыграть на перехвате Акенфейб. Я не знаю, был ли у него шанс это сделать. Давайте посмотрим еще раз. Но нет, слишком далеко его было от Акенфейба. Там если играть, то защитники должны были играть. Ну, и вот, видите, издали сделать передачу с фланга. Потому что никого здесь не было слева. И санкзюба. Трио Спартакское рядом еще и Паршевлюк. Глушаков будет бить. Игдашевич все-таки не захотел отсюда приложиться к мячу. Последний шанс сборной России увести ничью. Извянный удар Глушаков. Прямо в стенку. Прямо в стенку. Мощнейшую астрийскую стенку. Камбара. Останется время туда еще мяч загрузить в штрафную. Не было помощи к Амбару. Окружили три австрийца. И все. Как-то разбираться и промакивается. Игдашевич, что промакивается. Что нет, нет, нет. Это не финальный свисток. Это показало, что было нарушение в борьбе с Агдашевичем со стороны Охоти. Мы еще пробьем штрафной своей половины поля. И пузлай мяч к линии. И прыгает. И выигрывает на этот раз. Дюба идет в штрафную. И все. Финальный свисток. Мы проиграли этот матч. Мы не проиграли. Отборочную кампанию. Мы проиграли этот матч австрийцам. Отпустив австрийцев вперед. У сборной Австрий теперь 10 очков. У нас осталось 5. Сегодня после этого матча между собой играют шведы. У которых тоже 5 очков как у нас и сборная Черногории. В итоге мы опустимся. Бесспорно ниже второго места. Но вся борьба впереди. Я думаю еще и не сыграна. И половина цикла. Посмотрим, что будет. Посмотрим, что будет с нашим тренером. Будем надеяться, что 2015 год окажется более успешным.